Наверное, все вы слышали про челлендж десять лет назад. Если бы в нем участвовали стиралки, то мы бы увидели привычные с виду машины, но с минимальной начинкой. Около десяти программ, отжим с 600-800 оборотов и куча поворотных переключателей на панели управления. Современные модели сушат, обрабатывают паром и это все при запуске со смартфона. Сегодня я расскажу, что осталось, что изменилось, а также о том, какие бывают современные стиральные машины. А для примера возьмем устройство от компании Канди. В разрезе дизайна они уж точно стали более привлекательными. Эта модель выделяется большим хромированным люком, который, кстати, находится довольно высоко, из-за чего удобно загружать любые вещи. И если раньше на витринах можно было увидеть только полногабаритные модели с шириной и глубиной 50-60 сантиметров, то сегодня на выбор вот такие узкие стиральные машины глубиной 40 сантиметров. А для маленьких комнат можно присмотреть суперузкие и компактные устройства, размеры которых не превышают 40 сантиметров. Конечно же габариты машинки напрямую влияют на объем барабана, а соответственно на вес и количество загружаемого белья. Тут важно помнить, что говоря о максимальном объеме, имеется в виду загрузка машины хлопковыми вещами. Для синтетики эту цифру надо делить на 2, а для шерсти на 4. Объем компактных моделей, как правило, минимальный, 3-4 килограмма. Эта модель средней загрузки, ее 7 килограмм хватит на семью из 3-4 человек. Большим семьям подойдут агрегаты на 8-12 килограмм, которые кстати в основном полногабаритные. А теперь расскажу об управлении, механическом и электронном. Первое представлено несколькими поворотными переключателями для типа тканей, температуры воды и количества оборотов. Как по мне электронное управление, как в этой стиральной машине самое удобное, программатор автоматически задает параметры стирки, температуру, отжим в зависимости от выбранной программы, а вся информация о ходе стирки выводится на дисплей. Не менее важным показателем любой стиральной машины является скорость отжима. На витринах можно встретить модели с отжимом от 600 и даже до 2000 оборотов в минуту. Но помните, что максимальная скорость выставляется только при стирке, например, джинсовых или махровых изделий. К примеру, 1300 оборотов этой машины хватит, чтобы отлично отжать халат, полотенце или джинсовую куртку. А чтобы избежать вибраций и перемещения устройства по полу при максимальной скорости, можно воспользоваться вот такими ножками. При стирке нежных тканей надо выставлять не более 400 оборотов, при стирке хлопка достаточно и 800. А теперь более подробно о программах. В современных стиральных машинах режимы, как правило, одинаковы и ориентированы на тип ткани, хлопок, лен, синтетика и вид изделий. Верхняя одежда или джинсы. В этой модели их 16 и среди интересных отмечу режимы для стирки детских и белых вещей. Также в этой модели дополнительно можно указывать уровень загрязненности белья и в некоторых программах во время стирки машина автоматически будет определять интенсивность и время цикла. А еще в этом устройстве есть три крутые технологии. Первая – обработка вещей паром. Эта функция разглаживает складки на вещах и этим же ускоряет процесс сглажки. Ткань вещей освежается, а все неприятные запахи исчезают. Вторая – это автоматические датчики, которые сначала взвешивают белье, а после определяют продолжительность цикла, контролируют пенообразование, полоскание, а также регулируют обороты барабана при стирке и отжиме. И третья фича – управление стиралкой со смартфона на базе Android. Для этого с Play Market надо скачать приложение Candy Simplefy, в котором можно настроить все параметры для запуска стирки. Приложение доступно и в App Store, но обладатели айфонов могут воспользоваться только советами эффективной стирки, инструкцией и руководством устранения неисправностей. Кстати, одной из частых проблем является накипь и коррозия водонагревательных элементов. И во избежание этого рекомендовано с любой стиральной машиной использовать фильтр. А подключать устройство через автомат защиты, который контролирует подачу электричества и в случае резких скачков электросети отключит машину. Суммируя все вышесказанное, скажу, что машины заметно шагнули вперед, некоторые функции стали более доступными и бюджетными, а технологии значительно упростили жизнь. Напишите в комментариях, какая фича по вашему мнению в современных стиральных машинах самая крутая. Подписывайтесь, ставьте лайки и жмите на колокольчик, а также узнайте, как работает стиральная машина и нужна ли в этом устройстве функция пара. Пока!